Музыка Это моя четвертая поездка с Олегом и Польским. На этой карте черным цветом обозначены границы штатов, по которым мы путешествовали. А на этой карте сиреневым цветом показан наш маршрут. И началось наше путешествие с города Чикаго. Чикаго – третий по числу жителей город после Нью-Йорка и Лос-Аншелса, второй по значимости финансовый центр и крупнейший транспортный узел страны. Чикаго расположен на побережье озера Мичиган. Через город протекают две реки – Чикаго и Колумен. А рядом с ним проложен канал, соединяющий веки озера с рекой Миссисипа. В Чикаго более 2 миллионов 700 тысяч жителей. А в мегаполисе, состоящем из Чикаго и его пригородов, проживает около 9,5 миллионов человек. Большая часть населения – белые люди, их 45%, и афроамериканцы – 33%. Годом основания Чикаго считает 1674 год, когда французский миссионер Жак Маркет, прибывший во французские и североамериканские владения, обращаясь индейцев в христианство, основал у озера Мичиган миссионерский пост. На карте Чикаго впервые появился в 1833 году, как поселок с населением 350 человек. А уже в 1840 году Чикаго получил статус города с населением более 4000 человек. Занимая выгодное географическое положение между Сападом и Востоком Соединенных Штатов, Чикаго быстро становится одним из ключевых транспортных узлов страны, что вызвало огромный подъем производства в городе и приток мигрантов. В 1874 году стремительный рост города и населения в совокупности с отсутствием какой-либо техники безопасности привел к огромному и разрушительному пожару. Выгорает почти весь город. Большая часть населения осталась без крыши над головой. Именно после пожара Чикаго принимает свой нынешний облик. На месте сгоревших домов расчищаются места под новую застройку, и центры города начинают застраивать небоскребы. Первый десятиэтажный небоскреб был построен в 1884 году. Город начинает расти не только вширь, но и в высоту. Строительный бум в Чикаго привел к тому, что город стал центром архитектуры Соединенных Штатов. Сейчас в Чикаго находится 114 небоскребов. Большинство из них расположены в деловом центре города, называемом Чикаго-Луб. Чикаго является экономическим и культурным центром на Среднем Западе США. Мегаполис Чикаго занимает третье место в Америке по объему волового продукта. Причем экономика города считается наиболее сбалансированной в Америке. Здесь базируется 12 крупных компаний, в том числе Boeing, Motorola, American Airlines и другие. В городе работают также пять фондовых и товарных бирж, множество банков, страховых компаний и других финансовых организаций. Чикаго является также научным и культурным центром региона. В городе несколько университетов, наиболее известным из которых является Чикарский университет, в котором работало и работает в настоящее время 22 клубелевских лауреатов. Чикаго является самым крупным транспортным узлом США. Аэропорт О'Хара на протяжении уже нескольких десятков лет является одним из самых загруженных во всем мире. По воде порт Чикаго связан с самыми крупными портами Великих озер, а также имеет прямой выход в Атлантический океан. Чикаго богат разнообразными музеями. Художественный институт Чикаго – это один из ведущих музеев мира. Город славен своими музыкальными традициями. Всемирно известен Чикагский симфонический оркестр. Чикаго считается родиной джаза. Здесь ежегодно проводится джазовый фестиваль. Чикаго считается одним из самых привлекательных городов США для пеших прогулок. Город утопает в зелени. Третьего площади занимают парки и скверы. Гуляя по городу, мы познакомились с некоторыми его достопримечательностями. Перед нами здание постройки 1895 года, типичное для Чикаго тех лет и получившее после постройки множество разных наград. Интерьер первых двух этажей этого здания. Сити-Холл построен в 1911 году в стиле неоклассицизма с гранитным фасадом и монументальными колоннами. Центральная синагога, третья на этом месте, построена в 50-х годах прошлого века. Здание выполнено в строгом стиле, характерном для того времени. Центр Джеймса Томпсона, офисное здание, построенное в 1985 году. Рядом с ним скульптура «Стоящий монстр». Интерьер этого здания. Два одинаковых здания «Марина Сити» построены в 1964 году. Каждый из них имеет 66 этажей и высоту 179 метров. Первые 19 этажей – паркинг. 20-й этаж – спортзал, прачечная и другие общественные помещения. Этажи с 21 по 60-й отданы под квартиры. Под зданиями – паркинг для речных судов. Жители Чикаго называют эти здания кукурузинами. Башню Трампа, построенная в 2009 году, стала второй по высоте в США после здания «Вилли Стауэр». Здание имеет 92 этажа и высоту до крыши 360 метров. Сейчас, после строительства башни свободы в Нью-Йорке, это третье здание по высоте в Америке. С третьего по 12 этажи – это лобби, помещение для розничной торговли и гараж. На 14 этаже располагается здравительный клуб и спа. Выше находится ресторан, отель и кондоминиумы, а на этажах с 86 по 89 – пять пентхаузов. Отель и ресторан имеют оценку «5 звездочек». Мы увидели несколько предметов так называемого площадного искусства. Перед нами скульптура Пикассо, установленная там в 1967 году. Скульптура не имеет названия. Ее высота более 15 метров, а вес почти 150 тонн. На Федерал Плаза установлен большой красный фламинго работы Александра Котлера. Высота этой скульптуры – 16 метров. Рядом с небоскребом Первого национального банка Чикаго находится мозаичная стена работы Шагала «Четыре времени года». Открытие ее состоялось 27 сентября 1974 года, когда Шагалу было 84 года. Художник присутствовал на этом открытии и выступил с лекцией в Чикагоском университете. Длина мозаики – 21 метр, высота – более 4 метра. 250 оттенков стекла разных цветов составляют рожденные фантазии Шагала рисунки. Велис Таор Велис Таор Бывший сирс Таор самый высокий небоскреб в Чикаго и до 1998 года он был самым высоким зданием в мире. Построенный в 1974 году, он до сих пор остается вторым по высоте небоскребов на территории США после башни свободы в Нью-Йорке. Смотровая площадка «Скайдек» Чикаго находится на 130 этаже на высоте 412 метров. Обзор – 360 градусов. Скоростной лифт доставил нас туда за 55 секунд. И вот что мы увидели. Субтитры создавал DimaTorzok У нас состоялся круиз на корабле по реке Чикаго и озеро Мичиган. Несколько слов об озере и реке. Озеро Мичиган – единственное из пяти великих озер, полностью находится на территории Соединенных Штатов. Четыре других озера частично принадлежат Соединенным Штатам Америки и частично Канаде. Озеро Мичиган находится на высоте 177 метров над уровнем моря. Его площадь – 58 тысяч квадратных километров. Максимальная глубина – 281 метр. К озеру примыкают четыре штата – Висконсин, Ленойс, Мичиган и Индиана. Озеро Мичиган славится своими пляжами. Этот регион называют третьим берегом США. Зимой озеро покрывается льдом на три месяца. С Атлантическим океаном – озеро, связанное через систему проливов, озер и каналов. Теперь о реке. После пожара 1871 года в Чикаго начался строительный бомб. Но этот строительный рост сдерживался ужасным санитарным состоянием. Город получал воду из озера Мичиган, а отходы сбрасывал в реку Чикаго, которая впадала в озеро. К 1887 году стало очевидно, что под вопросом не просто развития города, но и его существования. И тогда поистине фантастическая задача была поставлена перед инженерами. Необходимо было обеспечивать город Чикаго чистой питьевой водой. Было принято решение построить канал между реками Чикаго и Миссисипи. И такой канал был построен. Он был открыт в начале 1900 года. А так как бассейн Миссисипи лежит ниже озера Мичиган, то вода по каналу должна течь из озера, и течение реки Чикаго изменило свое направление. По этой же причине для прохода судов из озера Мичигана в реку Чикаго и обратно построены шлюзы. Кроме того, канал обеспечил судоходство между озером Мичиган и рекой Миссисипи. Через реку Чикаго перекинуто 38 разводных мостов для возможности прохода высоких судов. И вот мы в озере. Сразу же стало холоднее и появилась качка, как на море. Сразу же стало холоднее и появилось качка, как на море. Пошли в обратную сторону. Продолжение следует. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Худовственный музей Чикаго является частью Чикагского музея искусств. Он расположен в здании, построенном в 1893 году для Всемирной Колумбовской выставки. Первые экспонаты музея были пожертвованы жителями города. Меценаты дарили или завещали музею свои коллекции. Сейчас это один из ведущих музеев мира. Собрание импрессионистов в нем – второе после Французского музея Орсе. Здесь имеется также большая коллекция картин американских художников. Чикагский институт искусств является самым влиятельным и высшим художественным учебным заведением США. Сейчас мы видим фотографии, которые я успела сделать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы увидели также витражи Шагала. Миллениум Парк Чикаго Субтитры создавал DimaTorzok 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 Музыкальный эффекта стали Благодаря этому на поверхности происходит искажение как в любом зеркале отображение людей, окружающих небоскребов и облаков общий вес конструкции 110 тонн Открытая музыкальная сцена дизайнера Франко Берри считается лучшим во всем США Над сценой установлена крыша в виде развивающихся тканей изготовленных из нержавеющего металла Перед сценой 4000 зрительских мест а за ними газон на котором может расположиться еще 7000 человек Это сооружение носит имя Джей Притска Так зовут владельца сети отелей Hyatt Hotels за его самое значительное вложение в строительство парка Наше знакомство с Чикаго закончено Завтра утром мы покидаем город